И так продолжается. Восьмой день нашего увлекательного путешествия и бросив прощальный взгляд на Мачо Пичо, мы спустились в городок Агуас Калиентес. Он стоит прямо под горой на реке Урубамба. Здесь много отелей и ресторанов. Площадь с золотым вождем Инка, где непременно надо сделать фотку. До поезда в Куско оставалось еще три часа, и мы послушали уличных музыкантов, купили их диск с песнями «El Condor Pasa» и «Кондор летит», а также еще одна классная песня там есть «El Pastor Solitario» «Одинокий пастух». Но на YouTube их нельзя ставить. Копирайт. Потом купил себе крест Инка, черный из обсидиана, а внутри это пуп земли. Дома слушаю музыку и ношу украшения. Купил бутылку Писко и привез друзьям в Чикаго. Сделал фотку на фоне «Добро пожаловать в Мачо Пичо». Ну и, конечно, пошли в ресторан, потому что я хотел съесть альпаку. Выпили, конечно, Писко Сауэр. Еще раз, водка из винограда, похожая на итальянскую граппу. Крепости 42-44 градуса, смешивается в шейкере с белком яйца и сахаром. Примерно 50 мл Писко, половина лайма, сахарный сироп, взбитый белок, несколько капель ангастуры. Привет! Это мы зашли в ресторан, где я и заказал биштекс из альпаки. Ну, сначала, конечно, мы съездили, съели маленькие овощи, маленькие капустки, маленькие кукурузки. Заказал биштекс из альпаки. На приготовление блюда называлась альпака а ла парилья. Потребовалось на 20 минут больше, чем на обычный стейк. Альпака была очень сочной, но плотнее, чем говядина и совершенно не жирная. Стоило 24 доллара. Теперь расскажу, что мы ели в Перу и покажу фотографии. Знаменитая перуанская кухня, одна из самых вкусных в мире. На мой скромный взгляд, она стоит в ряду лучших в мире, наряду с моими любимыми японской, испанской и мексиканской. По-моему, даже вкуснее, чем французская и итальянская еда. Короче, перуанцы смогли удивить весь мир своей кухней. Самые популярные приправы в Перу это ахи, перец различных цветов и оттенков, вкуса и ахо, чеснок. В Перу великолепная, разнообразная еда. Нет, это не еда, я вам скажу, это какое-то гастрономическое приключение, чему немалой степени способствовал Гастон Аррекие, знаменитый перуанский шеф-повар и еще больше, успешный гений гастрономического маркетинга. В стране три больших кулинарных региона. Лима, береговая часть Тихого океана, горная Анды и джунгли Амазонки. Все три разные. Столиты славятся знаменитой креольской кухней и морепродуктами из Тихого океана. Вот где я попробовал настоящего Сибеса. Вот это был замечательный Сибес. И, конечно, маринованные в лимонном соке различные морискос, креветки, осьминоги, краболангусты и лангостино. Но расскажу о Перу Вен Севиче. О перуанском Севиче из розовой форели. В Лиме даже есть памятник Севиче. Сеньор Карлос, шеф-повар отеля нашего великолепного отеля Сумак Мачу Пичо Хоутел, сделал и Севиче, и Писко за 15 минут. На фото ингредиенты форель-лосось из городка Пуно на озере Титикака. Откуска это 351 километр. Красный лук, розовая перуанская соль, капуста как гарнир, лед. Лайм не давить до конца, топает коричь из кожуры. Немножко чеснока, соус из разных видов перца, немного водки, писко. И секретные ингредиенты Карлос не сказал какие. Basically, Севиче это свежая рыба в лимонном соке, только и сказал. А вот маринад из-под Севиче мы называем молоко тигра, и он имеет свойство афродизияка. А теперь о свинке, о домашнем животном индейцев, которое мы видели в их домах по-английски. Это гинея пик, на языке кечо куй, морская свинка по-русски. Почему морская, я уже удивлялся, если она живет высоко в горах, значит она горная. Заказал в ресторане, выпил писко, переборол себя и съел горно-морскую свинку. Тоже свининка, или свинка-инка. Придур сказал, альпаку съел, все, пора ехать в Куско. Нет, это не наш поезд. Это роскошный Хайрам Бингем Трейн из серии Ориент Экспресс. Наш, чуть поскромнее, но тоже классный. Садимся в наш инка-рейл-вагон-ресторан и снова пьем хорошее местное красное вино Такама. Едим Сибес и едем в столицу империи инка, город Куско.